В копилке у Алины Покровской не так много киноролей, но с одного взгляда на ее фотографию вспоминается Любочка Трофимова из легендарной советской картины «Офицеры». Жизнь актрисы в некоторых моментах очень похожа на судьбу офицерской жены. В ней также было достаточно испытаний. Как и ее героиня, артистка Покровская целых 10 лет повсюду следовала за своим мужем. Вот только эти отношения счастья ей не принесли. Алина Станиславовна Новак, девичья фамилия, родилась 29 февраля 1940 года в городе Донецке. Ее мама Александра Коваленко была известной артисткой, а отец был простым работником театра и намного младше матери. Когда Алине было всего несколько месяцев, отец ушел из семьи, а через несколько месяцев мать со всей труппой отбыла на фронт. Алина вместе с тетей и младшей сестрой матери попала в эвакуацию. Однако та отучилась на фронтовую медсестру и тоже ушла на войну. И малышку через полстраны выслали к матери, которая на тот момент была в Сибири с концертами для солдат. Целых четыре года самых важных в жизни ребенка девочка не знала ни семьи, ни материнской ласки. Только будучи уже сознательным маленьким человеком, Алина обрела семью. Ее мать второй раз вышла замуж за коллегу Валентина Александрова. Это был достойный человек с двумя высшими музыкальными образованиями. Он стал не только настоящим папой для будущей актрисы, но и привил ей любовь к искусству. Без устали он водил приемную дочь на концерты в театры на выставке. Именно благодаря Александру впоследствии мир узнал, кто такая Алина Покровская. А знакомство Алины со сценой произошло по интересной случайности, которая и заставила ее задуматься о карьере артистки. Однажды, находясь за кулисами, Алина решила примерить красивый сценический костюм. Ее заметил режиссер постановки Исаак Дунаевский. И вместо того, чтобы отчитать девочку за театральный реквизит, он предложил выступить ей на сцене. Дело в том, что в тот момент как раз требовалось заменить одну из маленьких артисток. Покровская согласилась и с тех пор стала периодически участвовать в выступлениях. Таким образом, вопрос о том, куда же поступить после школы, даже не поднимался. Выпускница сразу понесла документы в школу-студии МХАТ и Щепкинское училище. И ее приняли в оба заведения. Выбор пал на щепку, так как в то время там преподавал Леонид Волков, которого Алина боготворила. Среди преподавателей был и Алексей Покровский, за которого Алина вышла замуж, будучи еще студенткой. Им приходилось скрывать свои чувства, так как отношения ученицы и учителя были запрещены уставом училища. И чтобы избежать осуждающих разговоров, Покровский предложил любимой руку и сердце. Правда, то, что их отношения стали законными, не оградило супругов от пересудов и злых толков. В конце концов, неодобрение окружающих так сильно повлияло на Алину, что она приняла решение уйти от мужа. Разница в возрасте сказалась в первую очередь на том, как Алексей воспринял весть о разводе – спокойно и с пониманием. Они с Алиной до конца жизни остались добрыми друзьями, но не более. Окончив учебное заведение, Покровская поступила на службу в Театр Советской Армии, в котором играет до сих пор. Наиболее известные спектакли с ее участием – это «Святая святых», «Дама с камелиями» и «Волки и овцы». Ну а в кино актриса дебютировала в картине «Государственный преступник», где ее и заметил режиссер Владимир Роговой. Он же и пригласил талантливую девушку на роль Любы Трофимовой в картину «Офицеры». Ну а после того, как картина вышла на большие экраны, Покровская не уступала по популярности своим партнерам – Георгию Юматову и Василию Лановому. В родном театре Покровская познакомилась и со своим вторым мужем – актером Борисом Сашальским. Он стал ее первой любовью, несмотря на то, что она уже была замужем. Кстати, и Сашальский тоже на тот момент был в разводе. Долгих 10 лет Алина пыталась наладить семейную жизнь и сделать ее полноценной. Но Владимир считал, что выполнил долг перед страной, поспособствовав появлению на свет одного ребенка. Ну а в браке с Покровской детей заводить он не собирался. Вместо тихих вечеров он предпочитал вечеринки, гулянки и встречи с друзьями. Ну а Алина, будучи послушной женой, всюду следовала за ним, в душе ненавидя весь этот нескончаемый праздник жизни. Она все надеялась и надеялась, что муж нагуляется и захочет нормальной жизни. Но когда поняла, что прошло целых 10 лет, а Сашальский и не думает меняться, то пришла в ужас. Но, как оказалось, этот долгий и мучительный брак был всего лишь предшествием следующих отношений. Своего рода платой за будущее счастье. Через некоторое время она познакомилась с актером Германом Юшко, который впоследствии стал ее третьим супругом. Именно с этим человеком Покровская наконец-то обрела женское счастье, а после и материнское. У супругов родился сын Алексей, которого назвали Дада в честь первого мужа актрисы. Ведь Герман, как и сама Алина, был с ним в хороших отношениях. Сын стал гордостью своих родителей. Он закончил исторический институт с красным дипломом. А сейчас работает в одном из крупнейших исторических архивов страны. Через 40 лет счастливых отношений Герман ушел из жизни, а Алина Покровская живет в центре Москвы напротив родного театра, в котором и работает по сей день. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, помните ли вы актрису Алину Покровскую в кино.